...проезда и сообщили, что из квартиры на 13 этаже доносятся крики. У подъезда нас встретили милиционеры и хозяйка квартиры Инна Хаимовна Гоголева. Девок я держала, не пускала ее на работу, она хотела идти, потому что этот сутенер, с которым я познакомила, они ее тут продавали. Ведем отделение разбираться. Соседи гражданки Гоголева рассказали нам, что три недели назад Инна Хаимовна сдала свою квартиру двум приезжим девушкам. До сегодняшнего дня все было тихо и спокойно. Неожиданно, ближе к вечеру, девушки стали кричать и звать на помощь. В милиции мы разыскали одну из постоялец. Она-то и поведала о том, что под личиной добропорядочной женщины в Инне Хаимовне скрывается коварная сутенерша. Она начала наставить девочке, может быть, поработать. Мы сами из Москвы приехали, из Челябинска. Где поработать, она предложила? Проституцией заняться. Угрожала как-то вам она, хозяйка? Да, она ему говорит, кого-нибудь вас убьют здесь или на субботнике вас попущу. Теперь, судя по всему, госпожой Гоголевой займутся соответствующие органы. А вскоре пришло сообщение о том, что у Савеловского вокзала какая-то дама в военной форме пристает к прохожим. Приехали, выяснили. Но есть и божий суд о першнике разврата. Он не допустит звону злата. Приставала, а просто решила почитать москвичам стихи своих любимых поэтов. Выслушав пару стихотворений, мы помчались в Шенкурский проезд. В одном из домов загорелся черный ход. Первым почувствовал запах дыма житель первого этажа Адибулла. Недолго думая, он выскочил на улицу, прихватив с собой самое дорогое – клетку с попугаем. Однако в суматохе Адибулла не заметил, как дверца открылась, и попугай улетел. Адибулла очень беспокоится о своем питомце. Все-таки зима на дворе. Поиски попугая решил отложить на утро. А вот жильцы дома, напуганные пожаром, еще долго не могли уснуть. Пришлось успокаивать. Итак, подведем итоги. Минувшей ночью нам позвонило 112 телезрителей. 92 человека жаловались на работников РЭО. Пятеро благодарили нас за оперативность. Четверо наоборот. Критиковали за неоперативность. Десять человек приглашали в гости. А один гражданин, встреченный нами на улице, попросил определить его куда-нибудь на ночлег. Но милиционеры нас опередили. Покровский Константин Палыч. Ну, приехал с работы, поставил машину около дома. Утром, когда вышел на работу, машины нет. На обратном пути разговорились. Оказывается, Константин Палыч, бывший сотрудник уголовного розыска, сейчас занимается бизнесом. Кстати, в программе «Времечко» относятся с большим подозрением. Вашу программу я не смотрю, поскольку, когда люди названивают на радиостанцию, на телестудио, мне это все окажется несколько неестественным и вызывает сомнения в искренности этих людей. Осмотрев машину, Константин Палыч очень удивился, что извещение чего не пропало. Впрочем, у оперативников появились кое-какие зацепки по поводу угонщиков. По осмотру замка зажигания, я пришел к выводу, что это угон могли совершить только подростки. На прощание гражданин Покровский поблагодарил нас за смекалку и добавил, что после сегодняшней ночи будет хотя бы изредка посматривать нашу программу. Ну и на том спасибо. А вообще, почаще звоните мне на пейзер. 974-01-11, абонент ночной. Пришлось пойти на хитрость и включить скрытую камеру. Итак, как вы видите, во всех машинах отсутствуют ручки, внутренняя обшивка и прочие мелочи. Впрочем, весьма необходимые в эксплуатации. Но при этом сходстве каждый автомобиль все же раздет по-своему. Где-то фар нет, где-то сиденья откручены, где-то руль недособран. Кстати, несмотря на недостатки в комплектации, стоят эти автомобили как полноценные. И тем не менее, недостающие детали фирма установит, но только за дополнительную плату. Вот что-то они все разобранные. Да, не хватает где-то взять и все. Где-то взять? Да. Ну, в принципе, продается. Ну, мы можем... Ну, вы можете поставить. Сколько это будет стоить? Тысяч три, наверное, где-то. Наверняка на этой доукомплектации кто-то зарабатывает, решили мы. Посудите сами. Купив на заводе нормальную машину и частично разобрав ее, потом можно эти самые снятые детали продать покупателю автомобиля. Заводы приходят такие... Нам какое-нибудь интересное разбирать и потом собирать. На заводе нам подтвердили, что часть автомобилей действительно сходят с конвейера в недособранном виде. Однако со временем все они доводятся до кондиции. Некомплектность автомобилей – это внутризаводские дела, это наше внутреннее дело. Рабочие, пожелавшие, чтобы их имена остались втайне, сообщили, что с завода периодически уходят партии недособранных автомобилей. Покупают их, по слухам, автосалоны. Каждая торговая точка, которой мы отдаем все свои автомобили в продажу, она должна продавать комплектные автомобили. И если сегодня какие-то фирмы, магазины торгуют некомплектными автомобилями, это просто безобразие. В дирекции завода нам заявили, что автоторговцы осознанно приобретают по сниженной цене некомплект. Арифметика по школьному проста. Купив по заводской цене машину со скидкой за ее недособранность, автосалон продает этих коллег по цене здоровых экземпляров. Так что автолюбителю и постоянному зрителю времечка, жителю Нижнего Тагила Валентину Федоровичу, купившему в этом самом автосалоне полусобранный Светогор, сообщаем, что на его, как и на каждой такой машине, продавцы зарабатывают порядка 800 условных единиц. Качуют по Москве. Как и при первой встрече, путешественницы обозвали нас наймитыми империализма и разговаривать категорически отказались. Извините, а можно у вас узнать, что вы здесь делаете? Отойдите, отойдите, ничего не делаю. Ну, мне интересно. А кто это вы? Ну, я здесь жительница, я живу, мне интересно, что вы здесь делаете. Ну, что я ухожу, я вам не мешаю. Ну что ж, на нет и сюда нет. А мы едем на Костанаевскую улицу. Оттуда пришло сообщение, что какая-то подозрительная дама крутится возле автостоянок. Приехали, разобрались. Нашла номер от машины, шла с работы сегодня. Решила сама сначала найти хозяина. Вместе с Валентиной мы прошлись по дворам. Но машину без номеров так и не обнаружили. Тогда мы связались с местным отделением. Голос трубки сообщил, что заниматься поиском хозяина номерного знака должна не милиция, а ГИБДД. Но встречный нами на дороге инспектор ДПС сослался на занятость и посоветовал проехать на ближайший пикет. Поехали, но по пути вновь пришлось притормозить. Уж больно много на чистых прудах скопилось милицейских машин. Оказалось, пять минут назад здесь прошла целая толпа хоккейных фанатов. Цепляются, к прохожим пристают. Вот выехали все наряды здесь, контролируем обстановку. И все же мы добрались до пикета ГИБДД. Выслушав нашу историю, старший пикет рассказал, что рад бы помочь, но сейчас не до времечка. Впрочем, нас обнадежили, сообщив по секрету номер телефона центральной картотеки. Но и здесь не обошлось без сюрпризов. Пароль? А какой пароль-то? Я не знаю никакого пароля. Целый час мы уговаривали диспетчера сообщить нам пароль, но все было тщетно. Короче говоря, круг замкнулся, и уже под утро мы поехали в редакцию. Уважаемый владелец номера С072ХО, если он вам еще нужен, позвоните мне на пейджер 974-0111, абонент ночное. Жду!